Сейчас я секунду поставлю на запись. Итак, о чем мы сегодня с вами будем говорить? Мы поговорим с вами о том, как в наше время, в 21 веке, каждый человек может зарабатывать деньги. Может зарабатывать деньги независимо от его возраста, независимо от его пола, независимо от его образования, от социального статуса, независимо от того, где он живет. В большом счете, независимо ни от чего. Сейчас то время, когда любой, совершенно любой человек может зарабатывать деньги, если он разберется. Если в двух словах рассказать о себе, я сегодня представляю семейную пару Сергея и Юрия Матвеева. У нас есть двое таких прекрасных малышей. Мы являемся индивидуальным предпринимателем, живем в Нижегородской области, город Тарзамас. И этим бизнесом мы занимаемся уже несколько лет. Это основной источник для нашей семьи. Мы этим занимаемся серьезно, профессионально. Благодаря этому бизнесу мы смогли из обычной деревни переехать в город, купить квартиру на 120 квадратных метров. Благодаря этому бизнесу мы ежегодно отдыхаем в разных странах мира. Это можно все посмотреть на наших страничках в любых соцсетях. Благодаря этому бизнесу у нас два автомобиля, мы меняем их каждые 2-3 года, покупаем новые машины из автосалонов. По большому счету изменилось все. Не сразу, не за один день, не за один месяц, и даже не за один год. Но изменилось все, кардинально все. Качество жизни, стиль жизни, доходы, отдых, здоровье, окружение. То есть про жилье, и одежда, и питание. Все поменялось в лучшую сторону. И вот об этом я сегодня с вами поделюсь, как каждый из вас по истечению определенного промежутка времени может то же самое, в хорошем смысле слова, сотворить со своей жизнью. О чем мы с вами поговорим? Это первое, это в чем смысл этого бизнеса. Я всегда говорю, сколько людей, столько и смыслов. Если, например, человек увидел смысл только в продажах или в какой-то там мелочевке, то у него доходы будут соответствующие. Если человек увидит смысл бизнеса в том, о чем мы сегодня с вами будем говорить, тогда у него и доходы будут совершенно другие. А второй вопрос, это откуда деньги берутся. То есть я вам покажу, откуда берутся более крупные суммы денег. Не 5 тысяч рублей, не 10 тысяч рублей. Откуда берется 100 тысяч, 150, 200, 250, 300 тысяч и более. Что необходимо делать? Мы с вами поговорим о таких основных моментах, которые необходимо здесь делать. То есть о тех действиях, которые приводят к реальному результату. Кто вам будет здесь помогать? Вы здесь одни не останетесь. Здесь всегда будет несколько человек, которые будут заинтересованы вам помогать. Здесь всегда вы будете общаться с успешными уже предпринимателями, лидерами, директорами, которые уже добились своего результата, у которых есть опыты, навыки. И они вам будут передавать это все и помогать. И пятый вопрос, наверное, самый главный, это что в результате проделанной работы каждый из вас может здесь получить. Почему этот вопрос, наверное, самый главный? Потому что если цена вопроса 5 тысяч рублей, если цена вопроса 10 тысяч рублей, даже может быть 15 тысяч, я на 100% уверен, что ни один из вас не будет до конца проходить этот путь, не будет до конца делать то, что мы рекомендуем. Потому что общинка выделки не стоит. Это проще устроиться на работу с 8 до 5, с понедельника по пятницу, раз в неделю выходной, раз в год отпуск, так всю жизнь до пенсии за те же самые 15-20 тысяч рублей. Это будет намного проще, для ума проще. А если же цена вопроса 50, 100, 150 тысяч, 200 тысяч дохода, 250 тысяч дохода в месяц и более, тогда я считаю, что есть смысл разбираться, есть смысл учиться, есть смысл на вебинары выходить, есть смысл тратить свое время, свои какие-то терпения. Терпение, да, есть смысл все это делать, потому что одновременно в этом бизнесе есть люди, которые ничего не зарабатывают, есть люди, которые очень много зарабатывают. Да, а кто виноват в этом? Каждый человек сам. То есть каждый человек сам несет ответственность за свои действия, за свои поступки, за свои результаты. Я всегда говорю, если в каком-то одном и том же бизнесе, в одной и той же компании, есть люди, которые зарабатывают, есть люди, которые не зарабатывают, ну, наверное, дело не в компании, дело не в бизнесе, дело, скорее всего, в самих людях. Также здесь, то есть какова цена вопроса, да, это очень важную роль играет. Вы, наверное, уже все знаете, да, ну, кто не знает, я повторюсь, то есть есть такое понятие квадрант денежного потока, что это такое? Есть такой автор, Роберт Киосаки, да, у него такие известные книги, как «Богатый папа, бедный папа», «Квадрант денежного потока» и так далее. То есть это один из известных миллионеров, долларовых миллионеров из Америки, и он в своей книге «Квадрант денежного потока» описывает четыре источника. Да, это четыре источника, из которых все совершенно люди получают свои деньги. Первый источник – это работа на себе, работа на кого-то, да, то есть когда вы работаете по найму. Здесь ничего сложного нет, здесь, наверное, никого ничем не удивишь. То есть человек работает на кого-то за деньги. Да, здесь конструирована основная масса людей, но можно ли здесь зарабатывать большие деньги в этом квадранте? Кто-то говорит «да», кто-то говорит «нет». По большому счету те и другие права, да, потому что в большинстве случаев нельзя зарабатывать большие деньги, да, потому что в большинстве случаев человек, работающий на кого-то за деньги, да, он зарабатывает какую-то среднюю заработную плату по тому или иному региону. А тут и меньше зарабатывает. А те, кто говорят, что можно зарабатывать, но они тоже отчасти права, потому что если вы занимаете, например, должность генерального замгенерального директора, да, то, скорее всего, вы будете зарабатывать деньги. Только вопрос, да, какой ценой, да, для того, чтобы зарабатывать серьезные деньги, быть на серьезном должности. Одного желания недостаточно, да, то есть здесь, скорее всего, нужно иметь там несколько высших образований, нужен опыт работы, стаж работы, да, то есть это, скорее всего, человеку там за 35-40, да, когда он находится во главе чего-либо, это, скорее всего, связи, какой-то блат, да. И здесь человек, зарабатывая большие деньги, он жертвует другими вещами. Он жертвует, в каком-то случае, здоровьем, потому что, то есть это ответственная работа, это определенная нагрузка, это стресс, это все остальное. Скорее всего, он жертвует своим личным временем для проведения его со своей семьей, со своими близкими, да, потому что в большинстве случаев люди, которые, на самом деле, много зарабатывают, да, они уходят из дома, когда их семья спит, они приходят домой, когда их семья уже спит, да, они постоянно в командировках, в самолетах, в разъездах и так далее и тому подобное. То есть очень часто бывает так, что человек вроде бы зарабатывает деньги, а уже сам, ну, от этого удовольствие не получает, потому что он не свободен, да. Он вроде бы начальник, а с другой стороны он не свободен. Он не может взять и не пойти на работу, он не может взять и уехать со своей семьей куда-либо дыхать. А следующий квадратный денежный поток – это когда человек работает на себя за деньги, да, то есть это индивидуальное предпринимательство. Ну, к примеру, к этой категории относятся таксисты, юристы, там, что у нас, адвокаты, стоматологи, ну, то есть любые люди, да, там, ларек открыл, магазинчик открыл и так далее. То есть те люди, которые либо что-то продают, либо оказывают какие-то услуги. Можно ли здесь зарабатывать деньги? Ну, по идее можно, с одной стороны, да, с другой стороны нет. Потому что, опять же, вы прекрасно понимаете, что традиционный бизнес на данный момент, он такой очень жесткий, да, и жестокий, наверное, можно так сказать. В нем очень большая конкуренция, очень большая статистика того, что люди, начав свой бизнес, разоряются, в лучшем случае выходят на ноль и потом его закрывают и так далее, там, по нобу дали. И, да, если вы даже здесь зарабатываете деньги, то, опять же, все упирается во что? Время, связи, блат, начальный капитал, однозначно, да, то есть ни одно дело серьезное, вы с нуля, ну, в принципе, не начнете. Здесь, в чем минусы работы на себя, да, здесь все зависит от человека, да, то есть поставки, доставки, связи, все, что угодно, все зависит от человека, все подвязано на нем. Если, не дай бог, сам заболеешь, да, то есть все накроется медным тазом. Если что-то произойдет, все обрушится, да, то есть ты не можешь ни отойти, ни уехать, ни отдохнуть, да, ты по большому счету работаешь 25 часов в сутки. Особенно на первом этапе, когда ты не вернул свои деньги, да, там, не покрыл все свои, там, обязательства какие-то долговые и не вышел в положительный баланс. Вот на этой левой половине квадранта денежный поток сконцентрировано 95% населения. И они на руках имеют, ну, примерно 5% денежного запаса. Вторая половина квадранта выглядит по-другому, да, то есть квадрат B – это квадрат бизнесменов, бизнеса. То есть это те люди, которые создают систему, да, то есть система работает на них и приносит им деньги. И вот к этому квадранту относятся несколько направлений. Есть такое направление – это франшиза либо франчайзинг. Да, вы, наверное, слышали такие штуки, то есть, когда вы можете открыть свое дело под каким-то брендом, да, и продавать какие-то вещи, либо оказывать услуги под этим брендом. Ну, это такие самые известные примеры, там, например, Макдональдс, либо какие-то франшизы разных туристических фирм, ну, очень много таких сейчас франшиз. Да, но здесь опять же все упирается в то, что нужны капиталы, нужны деньги. Да, например, франшиза Макдональдс, она стоит там порядка полмиллиона долларов, ну, где-то больше, где-то меньше. Да, и окупаемость этого Макдональдса приходит через несколько лет, это в лучшем случае, если все будет хорошо. То есть если есть у вас, к примеру, полмиллиона долларов, да, вы, конечно, можете хорошо стартовать. Второе направление в этом квадранте денежного потока, да, в бизнесе, это когда у человека есть три составляющие. То есть это у него есть система, готовая система, система контроля, поставок, выплат, обучения людей, ну, то есть готовая система. У него есть команда, да, команда менеджеров, управляющих, разных звеньев, да, то есть не все на нем подвязано, а у него есть люди, которые управляют чем-то, да, то есть он в любое время может отойти в сторону, отдохнуть, заболеть или еще что-то, да. И третий пункт, да, это у него есть сеть, сеть чего-либо, сеть заправок, сеть кафе, сеть пиццерий, сеть магазинов, сеть чего-либо. Мы с вами живем ве-глобализации, сейчас такое время, что те люди, которые владеют сетью, те владеют, по большому счету, деньгами, владеют миром, да, потому что ни один маленький продуктовый магазинчик не попрет против Магнита, Алтына, Евроспара, Пятерочки, там, ну, очень много таких серьезных сетей, да, не попрет, то есть просто, ну, не хватит сил. И третье направление в этом бизнесе, да, то есть это MLM-индустрия. Да, вы, наверное, слышали, то есть это западная такая аббревиатура, если на российский язык перевести, это сетевой маркетинг. Вот этот бизнес, он относится к третьему квадранту денежного потока, именно к третьему. Вы можете прочитать любую литературу, вы можете накопать в интернете все, что угодно, да. В чем уникальность этого бизнеса? В нем есть все три составляющие, в нем есть готовая система поставок, контроля, таможни, всяких там выплат, обучения, всего остального. В нем есть готовые команды, в нем есть сеть. И вот мы с вами сегодня будем говорить о нашем бизнесе, как о третьем квадранте денежного потока. Ну и четвертый квадрант, это квадрант инвесторов, когда деньги работают на тебя и приносят тебе деньги, да. Но это тактика людей, которые уже владеют, то есть, ну, миллионами рублей, да, миллионами долларов и так далее. То есть они обычно уже имеют нескольких бизнесов, то есть это не вот вы там накопили 200 тысяч рублей, вложили куда-то и стали инвестором. Нет, то есть инвестор это, чтобы стать инвестором, нужно только из левой половины квадранта денежного потока в инвесторе перейти невозможно. В инвесторе можно перейти только из квадранта бизнеса, не из предпринимательства, не из работы по найму, а именно из квадранта бизнеса. Когда у тебя есть навыки управления серьезным бизнесом, когда он тебе уже дает хорошую прибыль и так далее, тому подобное. Ну, смотрите, на правую половину квадранта сконсцентрированы 95%, ой, 5% людей, но они на руках имеют 95% денежного запаса. Да, их меньше, но они живут лучше. И самый, наверное, главный вопрос, это неважно, где вы вчера находились, на какой половине, на левой или на правой. Очень важно, это на какой половине квадранта вы в дальнейшем хотели бы находиться. И с какой половиной квадранта вы в ближайшем будущем хотели бы получать основные свои источные доходы. Вот что важно. А может, когда человек, к примеру, не владеет какой-то информацией, но по большому счету не несет ответственности за свои поступки. Но если он что-то знает и может этим воспользоваться, вот здесь он несет ответственность. Вот здесь у него есть право выбора. Что такое БМД-21? То есть, такой проект БМД-21 века. Это готовый крупнейший системный бизнес, это готовая бизнес-модель, где все уже продумано, где сформированы разные какие-то моменты. То есть, система обучения, система сопровождения, выплат. То есть, очень много всего. Но вот здесь, смотрите, если мы говорим с вами про бизнес, то есть, приходят к нему разные люди. Есть такое понятие два мышления. То есть, есть мышление предпринимателя, есть мышление рабочего. То есть, работник по найму. Того человека, который, может быть, привык работать по найму. И вот люди приходят в наш бизнес с двумя видами мышления. Если мы говорим о предпринимательском мышлении, это когда человек четко понимает, что он несет ответственность, что все в его руках. Он четко понимает, что ему никто ничего не должен давать. Он готов сам искать ответы, искать информацию. Он берет и так далее и тому подобное. То есть, он что-то предпринимает. Мышление рабочего по найму. Это когда человек четко понимает. Так, я пришел, самое главное, вовремя. То есть, дайте мне рабочее место, расскажите мне, что делать. Создайте для меня условия. В конце месяца дайте мне зарплату. То есть, это те люди, которые привыкли постоянно просить. То есть, дай, 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 ты мне должен, ты обязан, государство должно. Все очень должны. Все в чем-то виноваты. Человек сам несет ответственность за большинство случаев, за свои какие-то действия. Я сейчас не говорю про 100% людей. Конечно же, нет. И самое интересное, что в огороде, на даче в огороде, все люди себя ведут как предприниматели. Все, совершенно все. Да, если мы с вами говорим о элементарном примере, там, посеять картошку в мае месяце, то каждый человек, неважно, кем он по профессии, неважно, какой у него социальный статус, он прекрасно понимает, что сегодня я картошку посажу, завтра я ее копать еще не буду. Хотя выкопать можно, но только урожай не найдешь, да? Вот, то есть, каждый человек прекрасно понимает, что через месяц он ее копать не будет, что через два он ее копать не будет. Все люди прекрасно понимают, что если будут там засуха, значит, будем поливать. Если будут жуки, значит, будем оббирать. Да, нужно будет полоть, мотыжить и так далее, и тому подобное. Да, то есть, человек прекрасно понимает, что там два-три месяца он должен там потратить свое время, терпение, силы, здоровье и деньги в том числе. Скажите, пожалуйста, а есть гарантия, что в конце лета будет урожай той же самой картошки? Вот здесь самое интересное, что все прекрасно понимают, что гарантий нет. Все прекрасно понимают, что, возможно, урожая не будет. И что произойдет на следующий год? Человек опять выходит в огород, на дачу, опять по-новому делает то же самое. То есть, он опять предпринимает попытки получить урожай, получить какие-то результаты. А вот в бизнесе люди с мышлением рабочего по-новому, они почему-то ведут себя совершенно по-другому. На сегодняшний день изменились денежные потоки, да, вы знаете, изменились способы заработка, изменились профессии, вообще все кардинально поменялось. Да, и если раньше люди делали все своими руками, то есть, физическим трудом, и труд человека, он оценивался, на сегодняшний день роботы заменяют людей. Вы прекрасно понимаете, да, что создаются терминалы, создаются кассы, создаются роботы, создаются разные какие-то производственные мощности, которые заменяют человека. Да, где уже человек не нужен вообще. Вот вы видите на этой картинке, да, мы, то есть, когда смотрели в интернете, даже есть роботы, которые кладут стены, есть роботы, которые сажают грядки, вовремя грядки сажают, вовремя поливают, вовремя полят, и урожай идеальный получается. Есть роботы, которые дуют там, да, коров, есть машины, которые уже беспилотники. То есть, этого становится все больше, больше и больше. Да, Сбербанк официально объявил, да, то есть, он ведет очень глобальное сокращение по всей России, да, заменяя людей роботами, убирая большие офисы торговой площади и заменяя их маленькими офисами только, но в ограниченном количестве людей. То есть, пройдет еще пять лет, и многие профессии исчезнут полностью с лица земли, они не нужны будут больше. И те люди, которые сегодня, ну, хотя бы как-то востребованы, да, то они потом останутся без работы, потому что за них все сделают компьютерные программы, за них все сделают роботы и так далее. Даже уже вот у нас с вами в России, да, во многих магазинах, вот мы в Москве, к примеру, сталкивались с продуктовых магазинов, там, где нет кассиров. Да, то есть, ты подходишь, там есть терминал, ты сам пикаешь, сам проплачиваешь, сам пакет положил, сам ушел. То есть, все, зачем платить, ну, человеку зарплату, если, да, роботу платить ничего не нужно. Так что об этом нужно заранее задумываться, не тогда, когда это настанет, не тогда, когда уже прижмет жизнь, да, то есть, и человек окажется там без денег или еще что-то, то, а нужно об этом думать заранее. И на сегодняшний день любая крупная фирма одновременно ведет свои представительства, то есть, одновременно ведет свою работу и в онлайне, и в оффлайне. То есть, вы знаете, что вы можете купить любой телефон в обычном магазине, там, Евросеть, Связной, МТС, там, еще что-то, да, Эльдорадо, МВидео, и вы этот же телефон можете купить в интернет-магазине, даже, возможно, с какой-то скидкой подешевле, да. То есть, сейчас можно все покупать с помощью интернет-магазинов. Одежду, бытовую технику, цифровую технику, косметику, там, я знаю, что, мебель, да все что угодно. И, соответственно, это выгодно, это выгодно компаниям-производителям, да, потому что у вас большая конкуренция. И вот эта традиционная схема продвижения товаров, где идет много посредников, она постепенно сама себя изживает, да, потому что, ну, когда товар движется от производителя, до потребителя через сеть посредников, то каждый из них накручивает в цене, каждый из них несет расходы, расходы купают за счет наценки, опять же, на товар, плюс качество товара может испортиться, плюс где-то может вклиниться подделка и так далее и тому подобное. И потребители получают товар с очень большой наценкой, это невыгодно. Невыгодно и потребителям, невыгодно и самой компании-производителям. Вот эта схема, она уже сама себя изживает, и сейчас очень модно, очень выгодно, да, это онлайн-покупки. Электронные покупки, совместные покупки, онлайн-покупки, ну, то есть, как угодно это можно назвать, да, не суть важна. Когда люди делают покупки через свои компьютерные магазины, через свои какие-то личные кабинеты, да, и получают от этого намного больше выгод, скидок, всяких подарков и так далее. И также, то есть, смотрите, получается, в чем цель создания любого бизнеса, совершенно любого? Это создание больших товарооборотов в получении прибыли. Да, в любом бизнесе продвигаются либо товары, либо услуги. Чем больше спросом пользуется товар, либо услуга, тем выгоднее, соответственно, компанию-производителю. Что важно при выборе компании-партнера, да, то есть, смотрите, сейчас очень много разных предложений, очень много разных предложений. Да, очень много фирм, людей пытаются что-то рекламировать, предлагать свои услуги и так далее. Как не запутаться вот в этом ассортименте, как понять, выгодно-невыгодно, как понять, компания стабильна или нестабильна, серьезна или несерьезна, обманет или не обманет, разорится или не разорится. Вот есть несколько пунктов, на которые стоит обращать внимание. Обращать внимание, когда вы ведете диалоги, обращать внимание, когда вам кто-то что-то предлагает. Продукт, ассортимент, качество, цена, история развития, финансовое здоровье, руководство компании, лидера компании. Об этом в каждом пункте мы сейчас быстренько с вами поговорим. И вот на мировом рынке и на российском рынке, так скажем, сопоставив многие факторы, изучив несколько компаний, мы поняли, что на сегодняшний день одна из самых стабильных фирм, западных фирм, одна из самых растущих фирм и богатых фирм, то есть это является Reflame Cosmetics. Да, вы все ее знаете, на слуху это известный бренд, показывают по телевидению, показывают в журналах, в соцсетях этого тоже очень много. Но, то есть смотрите, да, мне кто-то говорит, вы работаете в Reflame? Я говорю, нет, мы в Reflame не работаем. Вы меня устраивать хотите в Reflame? Я говорю, нет, мы не трудоустраиваем в Reflame. Очень важно понимать, что бизнес-модель 21 века – это отдельная бизнес-система. Компания Reflame – это отдельная компания-производитель. То есть компания Reflame, она является производителем и плательщиком, да, мы же являемся индивидуальными предпринимателями и отдельной бизнес-системой. Мы для них оказываем услуги по организации товара, оборота. Компания нам за это выплачивает деньги, да, но мы не являемся работниками по анаме, и мы не можем трудоустраивать людей. То есть это готовая система обучения, сопровождения, поиска людей, да, подготовки людей и так далее. Ну, просто в комплексе мы и компания Reflame, да, то есть мы взаимосвязаны и мы выгодны друг другу. Теперь же, почему именно, да, все-таки это компания? Многие тоже удивляются, говорят, то есть вот там косметика, еще что-то. Я говорю, смотрите, давайте, говорю, рассуждать об этом не с позиции, как вам сказать, не с позиции детского сада, да, там, у косметики и все, а все-таки с позиции бизнеса, да, с позиции доходов и всего остального. Во-первых, первое, то есть еще что важно, да, критерий – это продукт. Потому что, смотрите, когда человек хочет открыть свой бизнес, он думает, так, во что мне вложить деньги, каким продуктом мне торговать, да, какую услугу мне оказывать, потому что, ну, если ты ошибешься, то деньги ты потерял, потому что товар, например, неликвидный будет, да, и они будут им пользоваться. И вот здесь продукты делятся на несколько, ну, типов, да, то есть есть продукты естественного спроса, есть искусственного спроса. Ну, что такое естественного спроса? Те товары, которые людям нужны каждый день, ну, просто каждый день, независимо от того, кто человек, где живет, сколько ему лет, зима на улице или лет, они нужны каждый день. Да, и они не требуют дополнительных объяснений. Есть товары искусственного спроса, те товары, которые требуют дополнительных объяснений, Те товары, которые нужно еще умудриться сделать так, чтобы человек их купил. Те товары, без которых человек жил и может прожить дальше. И есть такое понятие повторяемость покупки. Это как часто человек покупает те или иные товары. Смотрите, к примеру, допустим, вы работаете с известной компанией Центр, которая производит посуду, начинала производить посуду, сейчас у них тоже есть линейка косметики. То есть, смотрите, производит посуду, качественный продукт, очень хорошая посуда, но на нее гарантия 100 лет. Соответственно, если вы купили себе или продали кому-то, вы в этой жизни больше не будете к этому человеку обращаться. Потому что, повторяемость покупки одноразовая. Если вы продаете телевизоры, пылесосы, вы, скорее всего, каждый месяц не будете к человеку обращаться, не будете покупать. Для того, чтобы создавать товарообороты с другим товаром, необходимо постоянно новые, новые, новые клиенты. И как раз это и будет являться работой с товаром, продажей товара и работой с клиентами. То есть, продукт очень важную роль играет. Потому что люди, я всегда говорю, если мы говорим с вами про косметический сегмент, люди мылись, моются и будут мыться. Процесс невозможно остановить. А если какой-либо процесс невозможно остановить, его необходимо возглавлять. И за это получать деньги. Да, я говорю, мужчины, женщины, взрослые, молодые, пенсионеры, студенты, дети, все моются, все умываются, все чистят зубы. Кто-то пользуется декоративкой, кто-то пользуется пенами для бритья и так далее и тому подобное. Следующий момент – ассортимент. Но мы живем в то время, когда нет дефицита ни в чем. И каждый человек хочет покупать то, что он хочет покупать. Да, и, наверное, вряд ли кто-то из вас захотел бы ходить 5 лет в одних и тех же ботинках, в одной и той же одежде и не менять ее. Соответственно, компания ассортимент очень большой. То есть, порядка на сегодняшний день около полутора тысяч номинований. И он постоянно обновляется. Каждый каталог новой новинки. 17 каталогов в году. То есть, здесь под любой кошелек, под любые запросы, под любые какие-то там хочу-не хочу, можно найти товар. Однозначно можно. Когда человек говорит, о, мне это не подошло, а ты что, все пробовал? О, мне это не понравилось. Я говорю, ну ты не мог все физически попробовать. То есть, просто тебе не понравилось то, что ты купил. Купи другое, и тебе, возможно, это понравится. Если мы говорим про качество. Но здесь тоже такой вопрос риторический. То есть, все компании говорят, мы хорошие, мы лучшие, мы качественные. Качество все-таки определяется не словом, мы хорошие или мы лучшие, а качество определяется определенными какими-то критериями. Самый, наверное, значимый критерий – это качество проверенной времени. Качество проверенной времени. Компания Reflame на сегодняшний день в этом году исполнилась 50 лет. Ребят, 50 лет, полвека компания существует, полвека работает в разных странах мира, полвека успешно растет. Но не могут все люди во всем мире полвека ошибаться, быть дураками и пользоваться плохим продуктом. Не может быть такого. Это означает, что товар довольно-таки высокого качества, раз люди им пользуются, люди это покупают, в разных странах это покупают, не только в России и других странах мира. Товар качества проверенной времени. Конечно, есть документы, есть куча сертификатов, их большое количество, международных сертификатов со стандартами GMP, качества и так далее. То есть те сертификаты, которые далеко не у всех компаний. И вы знаете, что все, что сделано в Швеции, сделано с умом. Вы знаете такие известные бренды, как Volvo, Electrolux, IKEA, Saab, Tetra Park и так далее и тому подобное. Это те бренды, которые созданы уже много-много лет назад. Кто-то из них десятки лет назад. И они известны, они качественны. То есть все-таки это играет очень важную роль. Не на словах нужно проверять качество, а все-таки на фактах. По поводу цены. Очень удобно, да, то есть цена на любой вкус и кошелек. И у нас очень удобно дифференцированное ценообразование. О чем это говорит? Что смотрите, к примеру, компания выставляет свою ценовую категорию в зависимости от покупательской способности той или иной страны. То есть, к примеру, если в России, в данном случае, этот крем стоит 2000 рублей, да, то этот же крем в Украине стоит 1600, если в рубли переведем, да. Этот же крем в Швеции стоит 4160 рублей. Почему так? А потому что в Швеции достаток другой у людей. Потому что в Швеции себе люди могут позволить покупать за такую сумму, потому что для них это будет средняя цена. И компания в той или иной стране выставляет такую среднюю стоимость, да, чтобы большая часть людей смогли им по себе позволить эти продукты. И тем самым компания берет большим товарооборотом. Да, она в Украине получит меньше прибыли, чем в России, в России получит меньше прибыли, чем в Швеции. Но она большим товарооборотом в любом случае выиграет. Вот это тоже очень важно, потому что есть компании, в которых очень высокие цены, да, особенно для российского рынка. Если мы говорим с вами про историю развития, ну, я вам говорил, да, то есть компания основана в 67-м году, ей в этом году 50 лет. В России она уже стартовала тоже более, получается, 25 лет назад, да. То есть открыты сервисные центры, да, филиалы, их уже было несколько тысяч. То есть по маркетингу плану компания была выплачена максимально в истории, в мировой истории премия 1 миллион долларов. Пока еще ни в одной компании официальным данным не выплачивалась премия 1 миллион долларов в виде разового вознаграждения. То есть мы первая компания, где это реально было, это было в 2009 году. Я сам был свидетелем вручения этой премии, это было в Италии, в Риме, и вы можете в Ютубе без проблем найти, да, то есть забив там 1 миллион долларов в Арифлэм, там, Италии, Рим, к примеру. То есть это все есть. И вручали эти премии русским людям, да, нашим, а те, нашим русским лидерам, они вот там где-то там в Европе. Автомобильные программы, банкеты директоров, конференции, то есть, да, более 3 миллионов консультантов, товарообороты, миллиардные товарообороты компании. То есть это ее рост развития. Если мы говорим про финансы и здоровье, то есть компания себя очень хорошо чувствует на рынке, да, там же компания идет рост их акций. Компания является, ну, у них акции продаются на фондовых биржах, да, компания является членом ассоциации прямых продаж в России. То есть в принципе, финансы и здоровье очень хорошо сбалансированы, да, у них есть прибыль, но они при этом большую часть прибыли в классе. Компания управляет те люди, у которых есть ценности превыше денег. Основательной компанией являются два брата, Роберт и Йонасов Йокники, те люди, которые основали этот бизнес 50 лет назад, на сегодняшний день они являются уже долларом-миллионерами давным-давно. Да, но это те люди, которым уже одному за 80, другому под 80 лет. Да, это те люди, которые до сих пор приезжают на все мероприятия, они бывают в России, они бывают за границей, они бывают на банкетах. Это те люди, которые стоят на сцене, поздравляют, говоря слова благодарности своим партнерам. Это те люди, которые жмут руку, вручают цветы на сцене. Ребята, они доллар у миллионера. И они до сих пор продолжают служить для своей компании, служить для своих бизнес-партнеров, да, даря какие-то подарки и говоря слова благодарности с разных сцен и России, и мира. Да, и если мы говорим про руководящего, должность это Магнус Брэнстром, это главный генеральный директор Алифлэм Интернешнл Косметик. Если тот человек, который управляет 63 странами мира, он является председателем Ассоциации прямых продаж, то есть он является главным человеком Ассоциации прямых продаж. Это та ассоциация, в которой все компании прямых продаж должны находиться, если они являются официальными. То есть мы стоим во главе, да, это о многом тоже все-таки говорит. Ну и про лидеров, да, если мы говорим с вами про лидеров, смотрите, да, вот вы на этом слайде видите, что есть такое понятие в любой компании ТОП-15. То есть там страны, ТОП-15 город, ТОП-15 мира. Если мы с вами говорим про ТОП-15 мира, то все-таки основная часть этих людей сконцентрирована в России и странах СНГ. Россия и страны СНГ говорят о том, что маркетинговый план компании, соотношение цены и качества компании очень хорошо здесь прижились. Да, они нашли свое место и люди научились здесь зарабатывать деньги, и здесь идет рост очень глобальный. Это в двух словах, ну, скажем, да, почему именно RFM, почему именно с этой компанией мы на сегодняшний день работаем, как индивидуальные предприниматели, да, и мы здесь зарабатываем деньги. Что же они нам предлагают? Вот это очень важный момент, да, потому что если бы цена вопроса здесь была бы, опять же, небольшие суммы денег, я бы никогда этим делом заниматься бы не стал. У меня также, как у многих из вас, есть профессия, да, у меня два высших образования, я профессиональный инженер-технолог по металлу, да, то есть, ну, много что есть, и мы бы этим тоже заниматься бы никогда не стали. И мы не делали бы из этого единственные источники для своей семьи, если бы здесь не было бы хороших возможностей дохода. Что они нам предлагают? Во-первых, это готовый бизнес под ключ. Как в традиционном бизнесе, мне не нужно здесь брать кредиты, мне не нужно здесь нанимать работников, мне не нужно нанимать бухгалтеров, мне не нужно что-то арендовать, мне не нужно вкладывать, мне не нужно доставлять товар, мне не нужно этого всего делать. Здесь готовый бизнес под ключ, производство, доставка продукта, раскрученный бренд, известные какие-то артисты, да, рекламируют офисы по всей России, логистика, сайты, бухгалтерия, система обучения, разные инструменты, доходы официальные через расчетный счет в банке, автомобильные программы, путешествия, все это предоставляет компания, мы для нее просто оказываем услуги. И за все это, да, каждый человек за максимум платит 149 рублей, а кто-то даже ей бесплатно. То есть, понимаете, вы получаете готовый бизнес под ключ за 149 рублей, как дисконтную карту в магазине купили там, в каком-нибудь перекрестке, да, вот то же самое, только на дисконтной карте у вас скидка там 1-3%, а здесь вы получаете готовый бизнес под ключ. Теперь, теперь, что мы делаем для компаний, да, это тоже очень важный вопрос. Они-то нам готовы дать, а что мы должны делать для того, чтобы это вот все иметь, да, для того, чтобы это все зарабатывать. Смысл нашего бизнеса, если мы говорим про бизнес, а не про дополнительные заработки, да, не про то, чтобы покупать дешевле и продавать дороже. Смысл бизнеса – это построение директорских команд, построение определенных групп с определенным количеством людей и с определенным товарооборотом. оборотов. Именно вот за такие команды компания и будет платить деньги. Компания не будет много платить, если вы просто там вокруг себя собираете толпу людей, которые моются дешевле и продают подороже. Компания платит за построение делецких команд. Что это такое? То есть смотрите, от количества таких вот именно команд ваш доход будет увеличиваться. Вот здесь вы видите часть карьерной лестницы, то есть небольшая часть тех преимуществ, которые компания предоставляет. То есть, к примеру, если вы построили такую команду с товарооборотом в 300 тысяч рублей, не сами лично это делали, я вам покажу, как это все делается, тогда вы становитесь директором компании, независимым директором, ваш доход порядка 30 тысяч рублей, вы получаете премию в 1000 долларов. Когда у вас появляется такая команда первая, то есть, к примеру, вы человека научили, как создавать такой же товарооборот, и он это сделал, ваш доход повышается, вы получаете премию в 1500 долларов. Когда у вас такие команды 2, ваш доход 75, премия 2000 долларов. Три команды, 100 тысяч дохода, 3000 долларов и так далее. От количества команд влияет сумма вашего дохода. У нас с Юлей на сегодняшний день 4 команды директорских, да, и пятая, шестая у нас подрастает. То есть, мы на сегодняшний день зарабатываем порядка 140-150 тысяч в календарный месяц, мы, соответственно, получили все эти премии в 1500, и в 2000, и в 3000, и в 4000 долларов. Да, и сейчас, как бы, работаем на то, чтобы увеличить свой доход и получить премию в 6000 долларов. Следующий момент. Как создаются команды, да, то есть, как создаются большие товарообороты? Они создаются за счет большого количества людей. Потому что есть такой закон в бизнесе, в торговле, да, что один человек, он никогда в жизни не продаст столько, сколько продадут 10 человек. Ну, понятно, что 10 человек не продадут столько, сколько для... там продадут 100 человек, а вот 100 человек не продадут столько, сколько для себя. Вот только для себя купят 1000 человек. Смотрите, 1000 человек по одной шампуне – 1000 шампуней. 1000 человек по одному мылу, по одной зубной пасте, по одной там пеной для бритья – это 1000 штук. Сам ни один человек столько в месяц не продаст. Я сам столько не продам, вы столько не продадите. Но если компания интересует товар будет в тысячу штук, я могу дать его за счет большого количества людей. Просто на это нужно время, чтобы это выстроить. На это нужно время определенной технологии для того, чтобы все это выстроить. И тогда таким способом можно организовывать миллионные товарообороты. Основная задача построить первую команду из первых тысяч человек. Если мы с вами посмотрим, откуда все-таки формируется, товарооборота, вы видите на примере. Например, тысяча человек, которые купят себе по одному wellness-пэку, это комплекс витаминов, это будет уже миллион девятьсот товарооборота. Если тысяча человек купит себе по одному набору по уходу за кожей лица, например, тысячу женщин купит набор по уходу за кожей лица, это будет товарооборот четыре с половиной миллиона. То есть, а кроме же этих продуктов, у каждого в семье есть еще и другие продукты. Вы понимаете, что такие миллионные товарообороты создаются. Теперь, где взять эту тысячу человек? Для построения вот этих сетей команды уже есть готовые технологии, есть готовые методы, есть готовые инструменты. И вот этот первый тысяч человек распределяется, так скажем, на эти шесть групп. То есть, в среднем получается, что в каждой группе у вас в среднем будет 150-200 человек. В среднем. Где-то больше, где-то меньше. Что вам это даст? Это позволит вам выйти на доход в 250 тысяч рублей в месяц. В среднем. Но понятно, что все начинается, да, с малого. Все начинается с построения первой команды, все начинается с первых товарооборотов. Первые тысячи рублей, первые пять, первые десять, первые пятнадцать, первые двадцать. Потом пойдут уже миллионы товарооборотов. И вот вы увидите на этом слайде, да, что от количества, ну, товарооборотов в рублях будет зависеть занятость. Ваши проценты будут зависеть от вашей выплаты. Ну, то есть, к примеру, если в вашей команде там 4 человека, каждый из них сделал покупку там на полторы тысячи рублей, то вы вышли на товар вот в 6 тысяч рублей. То есть, ваш там процент составит, ну, доход составит порядка там тысяч рублей. Если в вашей команде 90 человек, каждая из них сделал покупку на тысячу рублей, компания получила прибыль 90 тысяч, ваш процент повышается, Ваш доход, соответственно, тоже порядка 10-12 тысяч будет. И так далее. Если ваша команда растет, доходы растут, процент растет. Но здесь еще очень важный момент есть. Как я уже сегодня говорил, главное не просто толпу людей собрать. Главное не просто сделать так, чтобы был товар ворот там 230 тысяч рублей. А очень важно, чтобы у вас в командах были ключевые бизнес-партнеры. Ключевые люди, те люди, которые так же, как и вы, заинтересованы в построении этого бизнеса. Так же, как и вы, готовы учиться и переучиваться, учиться чему-то новому. Изучать новую профессию, которая готова менять в своей жизни кардинально все. Которая готова зарабатывать деньги. И вот от таких количеств людей будет зависеть ваша стабильность, ваша команда. И будет зависеть ваш рост новых и новых команд. Вы видите, что в середине есть такой столбик, что в зависимости от количества людей в команде у вас должно быть то или иное количество ключевых партнеров. Ну, надеюсь, я это как бы понятно объяснил. Следующее. Как мы выстраиваем, то есть, как мы технологию построили вот этих команд? Все начинается сначала с первой команды. То есть, к примеру, вы были одни, да, у каждого из вас есть пару человек-знакомых, которые в вашем окружении находятся и которым деньги нужны больше, чем они имеют на сегодняшний день. Просто мы с вами на первом этапе не знаем, кто эти люди. Но они в любом случае есть. У каждого из них есть также два человека в окружении, которым деньги нужны больше, чем они имеют на сегодняшний день. И что получится в математике? К примеру, да, вы пригласили двоих, каждый из них пригласил по два, каждый из них пригласил по два, в итоге получится восемь человек. Но если мы с вами возьмем не одного человека, не двоих, а всего лишь на одного человека больше, то есть троих, и каждого человека научим приглашать также сидя в окружении найти троих знакомых, которые толковые, то смотрите, что произойдет с цифрами. То есть 3 на 3 – это 9, умножить на 3 – это будет 27. Вроде бы разница всего лишь в одном человеке, а на выходе разница уже во сколько? В 19 человек. Но есть определенные законы в этом бизнесе. Один из законов звучит таким вот образом, что есть теория управления, что один человек одновременно может эффективно работать, управлять, обучать примерно 5-6 человек. 5-6 человек, не больше, там может быть плюс-минус 1. И здесь основная задача – найти своих 6 толковых людей, с которыми вы будете работать. И у каждого из них в окружении также есть эта пятерка-шестерка. У кого-то они в близком окружении, у кого-то в дальнем окружении, может быть среди незнакомых найдутся такие люди. Посмотрите, как это повлияет на цифры. 6 умножить на 6 – это 36, если каждый из них в идеальном варианте, скажем, 4 пригласить, то будет 216. Вот вам, пожалуйста, первая команда построена. Хотя это не лично ваши знакомые, не лично вы их приглашали, не лично вы их знаете, вы их обучали. Вы всего лишь нашли шесть толковых людей в вашем окружении. Это вам привело к построению первой команды. Ну и таким вот образом идет вторая. Теперь смотрите, важно понимать, что когда выстраиваются крупные команды, именно крупные, ну вообще даже в начальном этапе, в вашей команде будет три категории людей. Первая категория – это 80% людей будут клиентами. То есть те люди, которые будут для себя делать покупки, да, ну для себя там, ну и все в принципе. Не каждый месяц раз от разу. 10% будут те люди, которые будут делать покупки для себя и еще для своих знакомых. То есть они в окружении, на работе, дома будут показывать каталог и это хорошо, то есть это неплохо, это выгодно. Они будут получать разные подарки дополнительные, поощрения, премиальные, да, но их будет тоже не очень много. 10%. И примерно 10% будут организаторами – это те люди, которые будут понимать, в чем смысл этого бизнеса, такие как вы, да, которые будут понимать, откуда здесь деньги берутся и готовы будут учиться этому направлению, развивать это направление. То есть важно понимать, что идеальных структур не бывает. Кто обязан вам здесь помогать? Тот человек, который вас пригласил. Этот человек, ну и соответственно еще несколько человек вышестоящих, менеджеров, да, и директоров. То есть во главе определенной команды всегда есть директор. Всегда есть настальник, который поможет вам на старте. Всегда есть информационные инструменты, помощники, чаты, обучающие сайты, системы вебинаров. То есть каждый из вас получит готовую систему, да, что нужно делать, когда нужно делать, в каком объеме нужно делать. Что будет в результате проделанной вами работы, да, то есть я всегда говорю, ну какова цена вопроса, а есть ли смысл огород городить, а есть ли смысл, блин, вечера убивать на это, да, время на это убивать. Есть ли смысл? Ну смотрите, давайте мы с вами поговорим об этом. Да, вот если вы выстраиваете 6 команд, даже не если, а когда вы выстраиваете 6 своих первых команд, именно первых, да, то вы выходите на определенный уровень дохода. То есть это статус бриллиантовый директор, что это такое? Это ежемесячный доход порядка 250 тысяч в месяц. Вы только в виде единовременных премий, за каждое новое звание получите в общей сумме 17,5 тысяч долларов. Да, вот мы сейчас получили все суммы, ну не считая последних 6 тысяч. Вы 2 раза в год уже будете отдыхать за границей. Мы на сегодняшний день с Юлии отдыхаем 1 раз в год. Да, вы получите автомобили Вольво премиум класса, там выбор будет Вольво, Мерседес, Лексус, Инфинити, Ауди, такие вот машины премиум класса. Ну и понятно, что там везде это вип-банкеты, это вип-номера, то есть все будет полностью вип. А официальный доход, то есть компания нам выплачивает деньги официально на расчетный счет в банк. Каждый человек сам выбирает банк, здесь нет никаких обязательств. Вот, к примеру, до этого у меня было расчетное счет в обычном банке, сейчас у меня в электронном банке приложение, то есть у меня на телефоне стоит приложение и деньги мне приходят в электронный банк, в онлайн-банк. Я потом их перевожу на карту, то есть нет никаких проблем. Так что я также, как и многие, плачу пенсионные, плачу налоги, то есть у меня идет стаж, все нормально, в этом плане все официально, все открыто, все по-белому. Компания предоставляет премии, то есть те люди, которые хорошо работают, они должны хорошо и вознаграждаться. То есть, скажем, компания это все прекрасно понимает, если человек сделал больше, чем все остальные, значит, он чуть больше должен получить. И у нас по маркетингу плану есть такое понятие, как премиальный, вы видели на предыдущих слайдах. В зависимости от количества команд вы получаете те или иные чеки на ту или иную сумму в долларах по курсу Центробанка. На этих фотографиях вы видите нас, вы видите наших директоров, которые в разное время получали свои премии, вы видите наши наставники, которые получили премию в этом году в 24 тысячи долларов. То есть это все есть. Люди разные, молодые, взрослые, семейные пары, мужчины, женщины, одинокие. Неважно. То есть если человек понимает, разбирается, старается, он в любом случае будет успешен, в любом случае будет здесь зарабатывать деньги. Есть такое понятие банкета директоров, это светские вечера, это уже отдых высокого качества, это Олимпийский, Москва, либо гостиный двор Москва, то есть где вас приглашают, компания все оплачивает, звезды выступают, в российской эстраде, а вы отдыхаете. Именно там идет поздравление, награждение новыми чеками и так далее. То есть каждый год такие банкеты вмещают в себя несколько тысяч директоров. Каждый год мы присутствуем на таких банкетах. Это тоже входит, войдет в те результаты, которые вы получите благодаря проделанной работы. Команда, то есть мы здесь работаем не в одиночку, мы выстраиваем команду, выстраиваем команду единомышленников, выстраиваем команду друзей, команды людей, которые готовы помогать друг другу. Согласитесь, в команде намного проще работать, намного проще развиваться, чем нежели в одиночку, сталкиваясь с трудностями, бороться с этими трудностями. Команда может преодолеть совершенно любые кризисы, совершенно любые трудности. И команда в нашем бизнесе, она с каждым месяцем, с каждым годом растет, растет и растет. И она крепнет, она сильнеет. Автомобильная программа. У нас 4 автомобильных программы. Самая первая, это когда человек сдаёт товар в 300 тысяч рублей, то есть выстраивает первую команду, он получает машину Skoda Rapid. Такой автомобиль получили и мы в своё время, и наши директора получили такой автомобиль. Дальше, когда у вас выстраиваются 6 команд, вы получаете автомобиль премиум класса. Это Mercedes, Volvo, Audi, Lexus, Infiniti и так далее. Потом дальше будут ещё автомобильные программы, уже Mercedes, более высокого уровня. Ну то есть здесь под любой кошелёк, под любой, наверное, запросы можно подобрать тот или иной автомобиль. Ну и немаловажно это путешествие, потому что любой нормальный человек хотел бы путешествовать. Да, я понимаю, что это не главное. Да, я понимаю, что это стоит по приоритетам не на первом месте, особенно когда у человека, например, есть трудности с жильём, есть трудности ещё с какими-то вещами, то есть семью нужно, детей нужно поднять. То есть это будет не главное. Но в глубине души каждый человек хотел бы отдохнуть, каждый человек хотел бы сам съездить на море, он хотел бы своих детей свозить на море, каждый человек хотел бы посмотреть мир своими глазами. Не через телевизор, не через программу «Орёл и Решка», не через соцсети «Лайк» и «Чужие фотографии», а сам своими глазами походить по Риму, походить по Греции, походить по разным островам, прикоснуться к этим древним памятникам. То есть всё это увидеть вживую. Как мы иногда говорим, пить итальянское вино в Италии, французское во Франции, испанское в Испании. Когда ты видишь, изучаешь цивилизацию самостоятельно, ты видишь, как люди живут, как люди вообще, то есть что происходит в той или иной стране. Благодаря этому бизнесу мы уже посетили более 10 стран мира. И, наверное, если бы мы где-то работали, как большинство людей по найму, наверное, в части этих стран бы никогда в жизни не были. Да и, наверное, в таком количестве стран, в таком юном возрасте мы бы, наверное, никогда не были. Потому что, да, Турция и Египет доступны, да, кто-то ещё летает, может быть, в Италию или ещё куда-то. Вот такие страны, как круизные лайнеры, да, то есть путешествия по Средиземному морю, такие страны, как Монте-Карло, княжество Монако, да, Португалия, Лиссабон, то есть, понимаете, но очень много стран, где, ну, скорее всего, человек бы не поехал, да, по разным причинам. И по сумме, и по деньгам, и по всему остальному, и по времени свободного. То есть, если мы с вами говорим о результатах, которые вы можете получить, да, их здесь очень много. Просто вопрос, самый главный вопрос к вам, да, что вы готовы делать. Потому что я всегда говорю, для кого-то по приоритетам будет покупка жилья, для кого-то по приоритетам будет отдал, для кого-то машину купить, для кого-то, я не знаю, семью там одеть, накормить, да, для кого-то ремонт сделать. Вот, я не знаю, что для вас будет главным по приоритетам. Мы просто показываем все возможности, которые предоставляет компания, вам показываем все варианты, которые вы можете получить. По большому счету, все, что я сейчас продиктовал, мне кажется, любому нормальному человеку хотелось бы все изменить в своей жизни, да, по всем этим направлениям. Итак, давайте с вами подводим итог нашего сегодняшнего диалога. То есть, получается, компания RFM как производитель, да, и плательщик, то есть, у нее есть товар, у нее есть готовая система, у нее есть готовый бизнес. Мы, со своей стороны, оказываем для них услуги, да, у нас есть также свои готовые инструменты, готовая бизнес-система по построению товара, оборота, построению команд. И вот в сотрудничестве с ними мы очень хорошо, так скажем, создаем хороший тандем. Если мы говорим о наших пяти первых вопросах, в чем смысл этого бизнеса? Это в создании товара, оборота большим количеством лояльных покупателей. Откуда здесь деньги берутся? Деньги заложены в стоимость товара, да, то есть, они из воздуха не берутся. Что необходимо делать? Здесь необходимо людей приглашать, команду строить, обучаться, да, самому обучать других людей, то есть, формировать, формировать сильную команду единомышленников. Кто обязан помогать? Тот человек, который вас пригласил. Ну, и, как я уже говорил, будет еще плюс вышестоящие менеджеры, директора, у которых есть опыт, у которых есть навыки, они вам также будут помогать. Что в результате проделанной работы каждый из вас может получить? Ну, я вам сейчас показал, показал на слайдах, показал на документах, рассказал на словах, да, то есть, вы сами определяете, что вам необходимо, вы сами определяете свои цели, да, вы сами меняете свою жизнь, то есть, результат, он будет у всех, ну, так скажем, наверное, разный. И вот, чтобы правильно понимать, с чего нужно стартовать в этом бизнесе, у нас для этого каждый понедельник проходит, понедельник в сфере проходит у нас на 0 успешный старт, да, где вы можете зайти, послушать рекомендации, да, то есть, чтобы не меньше делать ошибок. И вот, если делать все это в комплексе, результат однозначно будет, да, и каждый из вас добьется успеха. Просто вопрос, когда? У каждого будет свой путь. Друзья, скажите, есть какие-то вопросы? Скажите.